Всем привет, вы на канале Resale Hub и сегодня я покажу вам лучшие кроссовки на зиму 23-го. Погнали! Первая пара из данной подборки, как по мне, просто максимально козырный вариант на зиму. Называются кроссовки Nike SFB6, что расшифровывается как Special Field Boot. Эти высокие ботинки с очень хорошим и цепким протектором прекрасно подойдут на погоду до минус 15 градусов. Верх выполнен из нубука, а по бокам вы можете заметить вставки из плотного текстиля. Стоимость пары на официальном сайте Nike порядка 155 долларов. Я считаю эту пару идеальным вариантом для регионов, где зимой выпадает много снега и сильный гололед. Да и покататься, например, на снегоходе в таких ботинках не западло. Друзья, эту или любую другую пару вы можете выиграть в конкурсе, который мы проводим в нашем телеграм-канале. Будет три призовых места и каждый участник сможет выбрать любую пару сайта Poison в случае своей победы. Ссылка в описании. Следующие кроссовки из нашей подборки называются Nike Court Vision Mid-Winter. Это одна из самых лучших бюджетных моделей в линейке зимних найковских тапок. Стоят всего 100 баксов, но при этом они куда лучше будут служить вам зимой, нежели какие-нибудь дефолтные форсы или первые жорики. Ведь в них используется прикольный прорезиненный текстиль, который не промокает и очень удобно чистится. Конечно, они не такие универсальные, как Super Field Boot и по сугробам в них особо не походишь, но для городского ландшафта при температуре в минус 10-15 градусов это самое то. Про лунофорсы, я думаю, знают многие. Эти кроссовки из года в год сникерхеды покупают себе на холодный период времени. По сути это первые форсы, но в зимнем обвесе. Их отличительная особенность заключается в прорезиненном носке, текстура которого напоминает шипы. Остальная часть кроссовка выполнена из реально хорошей кожи, что позволит эксплуатировать кроссы не один и даже не пару сезонов, а гораздо дольше. Ценник на них начинается от 185 баксов. Ну а если вы живете в регионе с относительно теплой зимой, то я бы посоветовал вам 2002 New Balance. Но при условии того, что они будут на Гортексе, ибо в стандартном варианте они быстро замараются. Ведь в них используется очень нежная замша, которая соответственно быстро пачкается. Также точно могу сказать и про 1906А, которые тоже можно брать на Гортексе. 650 Ньюбики это прямая альтернатива первым высоким форсам, только менее зафоршенная. Кроссы выполнены из кожи, соответственно их будет легко чистить. Прайс на данную модель тоже невысок, поэтому позволить их может практически каждый. Дальше я решил добавить в эту подборку модель от Adidas из линейки T-Rex. Называется она X4. По сути вся эта линейка отлично подходит на зиму, но дизайн большинства пар оставляет желать лучшего. Пожалуй эта модель единственная, которая выглядит более-менее приемлемой. У нее есть несколько версий, простая и Гортекс. Разница между ними в 40 долларов, поэтому вы можете выбрать, нужен вам Гортекс или все-таки вы возьмете дефолтный вариант. Ну и конечно же я не мог не добавить сюда всеми любимые Соломоны XT6, которые радуют их владельцев в любую погоду и на любых локациях. Данные кроссовки must have на осень и на зиму в теплых регионах России. Единственное, стоят они на данный момент от 200 баксов и при текущем курсе многим это будет не по карману. Ну а на этом все дамы и господа, пишите в комментарии названия кроссовок, которые понравились вам больше всего или предлагайте свои варианты о которых я мог не знать. Также участвуйте в конкурсе на кроссовки в нашем телеграм канале. Всем спасибо и до новых встреч.